Теорема Куппи. Представьте себе, что у нас есть равносторонний треугольник. То есть АВ равно ВС равно СА. И любая точка на буге АВ. Естественно, можно нарисовать отрезок АМ, отрезок МВ и отрезок СМ. Задача. Докажите, что СМ это АМ плюс ВМ. Вариант. Представьте себе, что мы нарисовали в точке М окружность. То есть, по-прежнему у нас есть равносторонний треугольник, только в точке М нарисована окружность. Естественно, в таком случае можно из точки А провести касательную, можно провести какую-то там касательную из точки С и какую-то касательную из точки В. Эти точки касания обозначим соответственно X, Y, Z. Докажите то же самое. А X плюс B Y равняется C, Z для любого равностороннего треугольника. Три круга с центрами в вершинах равностороннего треугольника. И еще окружность, которая касается их внешним образом. Да. Вне треугольника. И точка на этой окружности. И еще такую вот окружность. А, B, C. И на этой окружности надо было взять какую-то точку T. Понятно? Ну и теперь все просто. Есть касательная T, K. есть касательная какая-то у нас значит T, L и какая-то вот касательная K или какая-то касательная M. Задача. Докажите, что T, M это T, K плюс T, L. По теореме подписанной углей здесь 60 градусов. Да. Потому что угол опирается на ту же дугу, что угол ABC. А угол ABC это K60. Да. Ну, пройдем здесь. Чтобы здесь тоже было 60 градусов. Молодец. Называется построим равносторонний треугольник. Вот. Есть такой равносторонний треугольник. Да. Ну, а теперь треугольник А, М, П переходит в треугольник А, Н, С поворот на 60 градусов от единственной вершины А. Нет, не относительно А. Поворот с центром. Вокруг точки А. Покажи, пожалуйста, этот поворот. Просто значит, до 60 градусов и точка М переходит куда? В Н. В точку Н. М переходит в Н. Так, Б переходит куда? С. Ну, соответственно, отрезок М, Б переходит в отрезок Н, С. Но еще вот этот отрезок М, Н, он нравится по М. Ну, потому что равносторонний треугольник. Это понятно. Ну, все, теорема по БЮ доказана. Так, чтобы, что называется, народ по-настоящему это понял, Коль, пожалуйста, сделай на левой доске еще один чертеж и расскажи, как это доказывать при помощи теорема косинуса. Равносторонний треугольник с стороной длины, не знаю, L. L. Вот. И отрезки А, М, Б, М и С, М обозначь буквами Х, Y, Z. Так, все все понимают? А теперь задача. Как при помощи теоремы косинусов доказать теорему ППЮ? Ну, вот здесь 60 градусов. Да. И здесь 60 градусов. Значит? Есть два треугольника. Да. Для них можно написать РМ косинус. Так и пишем. Давайте сначала для треугольника АМС. Да. Х квадрат при чем здесь? А, Х квадрат плюс З квадрат, да. Хуличка, а ты, может, все-таки знаешь наизуще, чем равен косинус 60 градусов? Да. Значит, все-таки Х квадрат плюс З квадрат минус ХЗ это Л квадрат. Равно, продолжай. Равно ИВ квадрат плюс З квадрат. Надо доказать, что Х плюс ИВ равно З. Заметим, забудем АА, вычтем З квадрат из-за БИКЧ, разделим на Х минус У. Да. И получим двойку. Да. Если Х равно У, надо проверить сейчас. Правильно. Ты сделал все в ситуации, когда Х не равно У. А вот когда Х равно У, между прочим, ребят, вот здесь замечательная вещь. Если человек хорошо знает математику, то он в этом месте получает двойку обязательно. Потому что человек, который знает математику, понимает, что не бывает так, что Х плюс ИГР равнялось З, равнялось, 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 потом в одной точке не равняется, а потом опять равняется. Понимаете, да? А если человек плохо знает математику, то для него все равно все едино, поэтому он этот случай рассмотрит. Итак, если Х равно У, то у нас ситуация, когда М это середина дуги АВ. Здесь 90 градусов? Да. Значит, это отрезок это половина. Конечно, конечно, просто треугольник прямоугольный. да, да. Прямоугольный треугольник с углами 30-60-90 просто катет это половина гипотенузы. Очень хорошо. Теорема Помпею доказана. Следующую картинку. Ты ее уменьшишь или нет? Считай, ты посчитал? Нет. Замечает. Сиди, считай. Давайте, вот такие значения. ОМ это R большое, Му это Р-бангерская, это радиус этих окошностей. Дальше. Для того, чтобы найти длину касательной АХ, мы можем найти сначала длину АКУ. Да. И потом из квадрата АКУ вычесть ХКУ в квадрате. Для того, чтобы найти АКУ в квадрате, воспользуемся теоремой косинусов для треугольника АОКУ. Мы знаем в нем две стороны. АО это R большое и ОКУ это R большое плюс Р маленькое. Угол между ними это два альфа. Где альфа это угол АЦМ по двум сторонам и углу между ними вычисляем угол и эти стороны это одна из важнейших теорем, которые применяются для находения длины. Так, что такое угол АЦМ? Это ввели некую величину альфа. Да, пожалуйста. Вот центральный угол в два раза больше теорема в описанном угле, да. Теорема в описанном что такое теорема косинуса? Квадрат стороны это есть сумма квадратов других двух сторон минус удвоенный косинус угла и множенный на произведение сторон. по-моему здесь все понятно. Отрезок АО это Р большое отрезок ОКУ это Р большое плюс Р маленькое вот раскрыл скобки и после этого сообразил что когда у меня отрезок АХ то надо еще вычесть Р маленькое квадрат. Так хорошо это поняли дальше что? Аналогично для БИ только теперь надо АЛЬФА заменить на 60 минус АЛЬФА Да можно сразу напишешь ответ БИ в квадрате равняется Переписываем то же самое 2 АЛЬФА заменяем на Сразу пиши ответ 2Р большое квадрат плюс 2Р большое Р маленькое минус 2 косинус 120 минус 2 АЛЬФА да? Так? Да умножить на Р большое Р большое плюс Р маленькое хорошо а как писать отрезок ЦЗ что такое ЦЗ мы должны извлечь квадратные корни из этих трех выражений и доказать соответственно что ЦЗ это АХ плюс БУ пик имеет смысл поддеть только на одно из этих выражений потому что они очень похожи смотрите здесь вот 2 АЛЬФА здесь 120 плюс 2 АЛЬФА здесь 120 плюс 2 АЛЬФА а все остальное то же самое значит если мы разберемся с вот этим одним выражением то аналогично можно будет разбираться и с другим давайте посмотрим что здесь написано Р умножить на Р большое плюс АЛЬФА господа на самом деле здесь полезно помнить что такое косинус 2 АЛЬФА понимаете что это такое произведение косинуса минус произведение синуса опять-таки поднимите ручки кто эту формулу знает абсолютное меньшинство абсолютное меньшинство спасибо очень хорошо знаете дорогие мои те кто не знают пожалуйста не ждите когда вас в школе этому научат потому потому что когда вас этого научат у вас останется настолько мало времени что вы не привыкнете это применять такие основополагающие вещи надо учить чем раньше тем лучше тогда вы успеете привыкнуть тогда вы научитесь это применять задачу да что 2 косинус альфа в квадрате минус 1 2 альфа это косинус квадрате минус синус квадрате а это то же самое что единица минус 2 синус квадрате согласны замечательно зачем мне это здесь нужно я здесь вот это косинус двух альфа запишу по этой форме поехали 2 r квадрат это понятно дальше плюс 2 r большое r маленькое а теперь смотрите минус 2 вот это вот минус 2 да и плюс 4 r большое r плюс r синус квадрат альфа согласны можно вынести 2 r r r r что значит вынести можно просто понять что вот это просто 0 правда и значит фактически получилась такая формула а x в квадрате это 4 r r r r плюс r маленькое синус квадрат альфа а что такое by в квадрате это то же самое только будет синус квадрате чего 60 минус альфа совершенно верно 60 минус альфа а c z в квадрате 60 плюс альфа совершенно верно синус квадрате 60 плюс альфа так вот когда мы будем извлекать корень здесь будет все время одно и то же и останется доказать такое дождество что когда к синусу альфа добавляем синус 60 минус альфа то получается синус 60 плюс альфа ребята а вот это и есть если вы вспомните что такое были там вот эти вот отрезочки если их выразить через углы то там как раз и будет по теореме синусов вот эти величины для тех кто не помнит такая простая вещь если выразить синус разности то синус разности это господа вот что такое синус 60 минус альфа это синус 60 умножить на косинус альфа минус косинус 60 умножить на синус альфа смотрите почему это интересно потому что в правой части в левой части синус альфа плюс вот это а в правой части Будет синус суммы, то есть синус 60 градусов косинус альфа плюс косинус 60 градусов синус альфа. Вот смотрите, вот это просто одно и то же, поэтому это исчезает. А здесь косинус 60, одна вторая. Получается, в левой части половина синуса, и в правой части тоже половина синуса. Вот. Ну что. Я считаю, что я вторую задачу решил. Теперь смотрим на правую доску. Разве не то же самое там? Женщина. Не может быть, что-то нет. Похоже. Абсолютно похоже. Что? Подумайте, и вы поймёте, что правая задача практически не отличается от того, что мы сейчас с вами делаем. Я специально нарисовал, но отдельную картинку. Сравните её. Сравните центральную картинку и правую картинку. Умение видеть, что задача та же самая, очень важно. Мы берём эту окружность рисуем не во внешнюю часть, а во внутреннюю. Конечно. А что выполняет роль вот этого большого правитого треугольника на этой картинке? Точка касания. Давайте я здесь поставлю точку С', здесь А', а здесь В'. Все понимают, что фактически это второгосторонний треугольник. Так? А теперь приглядитесь, а теперь приглядитесь, что у нас есть. Ну, только единственное, что мы рисовали здесь касательные источники А, а здесь мы наоборот рисуем касательные источники Т. Слушайте, а нет, слушайте, это мне тоже. Вот когда у нас есть окружность, точка и другая точка. Представьте себе, здесь вот есть у нас кружочек, и здесь есть у нас кружочек. Разве вы не понимаете, что касательные сюда, это то же самое, что касательные сюда? Вот. Правда, здесь была окружность во внешнюю часть. А здесь окружность куда? Во внутреннюю. Что это будет на наших формулах? Будете просто Эрманика и вычитаться. Все будет то же самое, только надо вместо сложения дописать разность. Проще говоря, нужно вот эти вот формулы все переписать, заменив Р маленькое на минус Р маленькое. Так, дошло? Дошло. Спасибо. Спасибо. Спасибо.